доброго времени суток зрители подписчики канала всем кому интересна тема плодовочного сектора сегодня я хотел бы выделить самое главное событие которое для меня наиболее важно за декабрь 2021 года в принципе у меня есть такая привычка я всегда стараюсь каждый день подводя это сделать для себя главное событие дня главная мысль дня потом это переходит в неделю потом в месяц и потом в итоге и год сейчас прошел практически это заключительное видео в этом году на канале и хотелось бы поделиться самым главным моментом декабря 2021 года конечно вне конкуренции это событие национального и в принципе даже возможно более широкого масштаба это f trade club 2021 который проходил в киеве 2 3 декабря ну во первых было много участников была хорошая организация за что спасибо компания пока информ и из труд кстати из тут является очень классным ресурсом где можно посмотреть хорошую аналитику много интересных технологических статей я сброшу ссылочку на этот ресурс кто не курсе обязательно смотрите что очень важно отметить было много участников 200 250 300 человек зависимости от той либо иной тематики и встречи что очень хорошо потому что я как консультант прекрасно понимаю что за день я могу встретиться максимум с двенадцатью меня по моему был рекорд 14 фермеров за одни сутки я смог посетить хозяйство это это в одной локации в одном месте здесь можно провести проводить десятки встреч за день то есть события такого масштаба это всегда общение всегда встреча с друзьями знакомыми коллегами новое знакомство это классно программа была насыщенная то есть два дня за эти два дня было более 20 презентаций если быть точнее 21 презентация где выступали довольно сильные спикеры лучшие наверное эксперты в своей отрасли я выделил для себя 10 основных пунктов которыми бы хотел поделиться с вами что было бы интересно мне на что важно обращать внимание каждом кто занимается плодовощном секторе 10 основных пунктов их на самом деле чуть больше но я сделал чтобы было красивое число 10 поэтому некоторые цифры могут иметь под пункты и так первый пункт размер имеет значение если мы оценим размер в денежной выручки например от экспорта плодовощной продукции то это будет где-то 0 3 миллиарда долларов если мы это сравним с зерновым или масличным направлением там где по 8 миллиардов долларов мы увидим 0 3 и 16 миллиардов долларов то есть это то как отрасль на самом деле видит государство эксперты практически все остальные участники агро сектора в целом поэтому как говорится дело рук утопающих спасения самих утопающих очень важно понимать что мы должны самостоятельно решать свои проблемы никто кроме нас наши проблемы решать не будет в этом секторе это очень важно и многие практически большинство участников сектора это понимать следующее ключевой момент это тоже из презентации андрея вермака который второй пункт я включаю топ-10 своих в основном всегда спрашивают что что посеять что посадить что вложить но никто не спрашивает для кого зачем как и где очень важно в первую очередь для кого и зачем и уже от этого строится дальнейшая стратегия бизнес не играйте в эту русскую рулетку не пытайтесь поймать цену хотя есть специфика по многим культурам и на этом этой клави тоже обсуждалось это много но для того чтобы бизнес был устойчивый стабильный поймите для кого зачем и как не что следующий важный момент кстати мне очень понравилось это несколько таких цитат любой бизнес это всегда проблемы это постоянные проблемы следующий пункт он касается того что всегда заряжайтесь на производство продукции экспортного класса тогда даже если на рынке идет спад в цене перепроизводства так дальше вы всегда сможете реализовать с прибылью свою продукцию потому что намного тяжелее продать не кондицию качественный продукт всегда продается на качественном продукте всегда очень легко заработать была очень классная презентация фермер карпентер с ирландии приехал в украину занимается картофелем после того как он посмотрел какие как и какой картофель на прилавках нашей стране он понял блин какая-то проблема чем почему такое такое г лежит на прилавках вместо картофеля он попробовал самостоятельно заниматься этим бизнесом вырастил картофель у нас есть много крутых производителей которые могут выращивать вас на картофель но он дальше включил пост харвестинг то есть после доработка после уборки представление красивая тар плюс к тому очень важно специальные сорта которые хорошо лежат транспортируются и так дальше он поделился классными методиками как определяется легкость картофель для того где больного вида поэтому была классная презентация и важная мысль это нацеливайтесь на продукцию экспортного класса тогда будет даже если вы ее продаете грубо говоря через дорогу в своей какой-то розничной точке следующая очень прикольная вещь которая много уже так сказать циркулирует в этой сфере но как вы думаете как оцениваются супермаркеты как оцениваются ритейл по каким параметрам как оказалось на основе многих исследователей исследований социологических опросов разнообразных изучений более детальных этого опроса выяснилось что именно плода овощная полка в супермаркете определяет успешность всего супермаркета в целом это очень важно это говорит о том что и ритейл и производитель они должны быть ближе друг другу они очень сильно влияют на итоговую прибыль на своего бизнеса каждый в цепочке влияет на последующие поэтому это очень важно и для фермера и для ритейла именно для того чтобы оценить супермаркет достаточно просто зайти в плодовощной отдел это прикольная информация который бы я тоже хотел с вами поделиться отметьте себе это следующее очень важное такое мировоззренческий подход старайтесь быть номер один в том что вы делаете почему-то когда мы маленькие мы всегда стараемся быть номер один мы всегда расстраиваемся когда мы проигрываем но когда мы выращиваем свою продукцию мы как-то взрослеем мы забываем про эти все вещи и там довольно как бы лишь бы как-то да то есть ведь вы укладываем очень много времени очень много ресурсов во все старайтесь это преподнести будьте номером один это не значит там производите больше всех там производите супер качество как это как понимаете так как в саванне да есть место для разнообразных живых существ да и соответственно каждый может быть в какой-то нише номер один придумывайте какие-то фишки какие-то новые сегменты преподносите это по-новому кстати как преподносить будет еще одна один пункт который очень важен следующий важная тенденция это развитие закрытого грунта в том числе и тепличного сегодняшний год как и предыдущие наверное последние 10 12 показывает значительные изменения климата неблагоприятные колебания погодных условий кстати была прикольная презентация о том как насколько в денежном эквиваленте опасны заморозки какой они приносят вред и как от этого можно защищаться и уже защищаются в европе на сегодняшний день это не дешевый метод но его можно использовать если кому-то будет интересно пишите в комментариях я напишу что это заметок как он применяется если кто не был на этой конференции поэтому очень важно смотрите на или если вы занимаетесь тепличным бизнесом смотрите на то как его более модифицировать улучшить если же у вас небольшие площади то старайтесь переходить на закрытый грунт очень интересный факт в европе 99 процентов огурца томата и перца это вся продукция которая выращена в закрытом грунте следующие важные темы это точное земледелие была классная презентация вадима дудки где он показал как такой инструмент как точное земледелие благодаря тому что туда вносятся изначально систематически неправильные неточные параметры может производить эффекту нулевом успехе то есть очень сегодня важно понимать что находится в почве что не хватает почве что находится в воде что может мешать воде как это расположено как это влияет на культуры и как раз точно земледелие диджитализации всех этих вещей она позволяет значительно нивелировать все эти риски и получать более высокую урожайность при меньшей себестоимости значительная часть тематики была прям отдельная панельная дискуссия которая касалась онлайн-продаж много интересных фактов как показал показал эта дискуссия средний чек в онлайн продажах он в значительно выше в разы выше чем непосредственно прямых продаж поэтому используйте этот инструмент находите ребят которые занимаются кстати после того как я начал обращать внимание после этой вот дискуссии на вот именно такие направления сайты странички в инстаграме я заметил очень много компаний которые применяют этот подход и делают это красиво преподносят это и это работает онлайн продажи и дальше будут занимать свою нишу и особенно для средних мелких производителей микропроизводителей это очень важно и последний пункт 10 здесь несколько будет таких незнакомых слов как гэп global гэп как green deal как superfood decarbonization то есть многие такие слова сейчас как раз декабрь январь-февраль месяц когда плюс-минус мы более-менее разгружены вот сезонных работ я рекомендую вам хотя бы ознакомиться с этим что собой представляет global гэп что такое green deal и к чему она ведет как это отразится на тех средствах защиты которые вы будете применять течение трех пяти последующих лет и что делать потому что с каждым годом средств защиты химических пестицидов становится все меньше и меньше которые разрешены в европе из это это вызов на самом деле с которым нужно начинать работать уже сегодня не ждать когда просто завтра скажут нельзя это это использовать и у нас ничего не останется следующая важная вещь это superfood никто не знает что такое реально superfood но этот тренд вчера вы выращивали свеклу до сегодня она признана суперфудом и оказывается ценность этого продукта если вы его красиво преподнесете представитель и том числе через онлайн либо какие-то конечному потребителю через свои какие-то либо ритейл либо свои розничные точки superfood работает сегодня люди хотят superfood овощные культуры предоставляют множество продукции которые являются суперфудами это касается того что мы говорили будь номер один в своей сфере создавай какие-то сфишки superfood это как раз одна из таких фишек ну decarbonization это очень важное направление которое важно учитывать со временем it local да то есть ешь локальное это направление будет развита все сильнее и сильнее поэтому мы должны конкурировать не со своим соседом не с производителем друг с другого региона с другой страны мы должны конкурировать с покупателем предоставлять им наиболее качественную продукцию то что именно они хотят когда они хотят и как они хотят и соответственно decarbonization как раз этими связано что продукция которая выращена где-то в юар она в принципе не должна пол глобуса как-то там транспортироваться чтобы попасть там на рынок броваров или в одессу такого не должно быть продукция в принципе должна быть понятно что есть какой-то сезонность другие вещи но продукция все время будет снижаться вот это вот как говорится до decarbonization количество затрачиваемого карбона да как это называется в производстве продукции и транспортировка занимает значительное место в этом это тренды которые идут не только в сельском хозяйстве сейчас про это пишут все даже тот же билл гейтс написал последнюю книгу как избежать климатической катастрофы и уделил этому очень большое внимание green deal тоже этого касается поэтому это тренды с которыми мы сегодня должны работать мы должны хотя бы знать что это хотя бы понимать как дальше с этим работать поэтому вот эти вот основные 10 пунктов может их было чуть больше но в основном 10 себя когда готовил на листике написал очень важно это главное событие декабря f trade club 2021 общий знаменатель этого всего потому что в секторе в плодовочном секторе много микро небольших предприятий без кооперации это все не работает это все просто как мертвым припарка мы должны кооперироваться сегодня мы кстати на этой конференции было представление торговой платформы это классная вещь где на одной платформе разные производители могут предоставлять реализовывать свою продукцию без кооперации этого всего не работает человек не сможет внедрить многие вещи не говоря уже о том чтобы вырастить безопасную продукцию не говоря уже о том чтобы получить сертификат global gap это только в кооперации можно сделать практически в я насчитал в 17 презентации из 21 звучало слово кооперации и следующий год на канале smart agro он будет посвящен на 99 процентов кооперации как это будет выглядеть мы посмотрим в следующем году я поздравляю вас с новым годом желаю вам счастья здоровья не болейте выращиваете классную здоровую продукцию радуйте своих покупателей зарабатывайте на этом деньги и получаете кайф от того что вы делаете наступаю все все ты меня задушишь и что вы делаете на плюс 5 прошу у меня и и и и и